Алло. Алло. Да, да. Здравствуйте. Это вот пресс-службы я попросил соединить. Это мне просьба. Да, совершенно верно. Мне он зовут. Просто, да, второй день не могу дозвониться напрямую, почему-то у вас там все время занято. Российская информационная... Катюша, агентство, вот, хотели бы уточнить по вот делу. Девочки в Эстонии, Изабыли Михайловой, вот у вас на сайте упоминалось, что омбудсмен как бы в курсе и, как бы, ну, обладает информацией. Мы бы хотели узнать, есть ли какие-то движения, так скажем, по делу, имеется ли возможность оказания какой-то помощи, потому что вот к нам в редакцию они тоже писали и говорили, что вот никакой помощи пока не смогли получить. Ну, там этим, во-первых, занимается посольство. Мы, как бы, здесь отслеживаем нарушение прав ребенка, да, как у полнобочины за правом ребенка. Там ситуация такая, что до октября там пока дело как бы с местами сдвинется, потому что на три месяца вынесено решение о временном, да, решении родительских прав, на три месяца. Если они не улучшат условия жилищные, то есть если за три месяца они приведут там свое жилище, там жизнь свою, да, соответственно, с требованиями страны, в которой они живут, то все будет хорошо и ребенка не взорвут. То есть, ну, как бы, я объясняю юридическую ситуацию, да, на данный момент. Вы должны ее знать. Ну, да, другое дело просто как бы, ну, я так понимаю, им все равно требуется все-таки профессиональная какой-то консультация, сопровождение. Так там занимается этим посольством, им предоставлен адвокат. Предоставлен адвокат? Да, конечно. Потому что у нас нет такой информации, вот буквально, ну, в конце прошлой недели мы как бы... Я просто сказал, посмотрите повнимательнее. Ну, мы просто с родителями, собственно говоря, девочки, да, общаемся, там, адвокат. Ну, у них есть, по-моему, Волково, что ли? Ну, смотрите, я вам рекомендую еще позвонить в посольство. Да, и у них узнать информацию, потому что они этим, ну, как бы, больше занимаются, поскольку это российские граждане, да, на территории Эстонии. Вот. С нашей стороны мы отслеживаем, чтобы не были нарушены права ребенка. А в данной ситуации, ну, вот, обладая той информацией, которую вы обладаете, и какой вывод можно уже сделать, они нарушены или не нарушены? Кто-то, вы говорите, мы отслеживаем, как бы, ну, и что в итоге? Сейчас, секундочку. Марин, по телефону разговариваю, сейчас, секунду. Напиши в фейсбук, ага, туда. Смотрите, там нарушений нет. Они живут на территории другой страны. Все в соответствии с законодательством. Требования опеки, да, они не были выполнены. Им сейчас, у них есть три месяца на то, чтобы они были выполнены. Если, как бы, их лишат родительских прав, здесь мы можем посодействовать, ну, или как-то, да, подключиться в том, чтобы ребенок был передан, там, по юрисдикции российской. Ну, то есть, вот в таком вот плане. Угу. То есть, это позиция? Мы все это озвучивали. Мы нашу позицию везде озвучивали. Угу. Хорошо, понятно. А если звонить, это вот именно непосредственно на территории Эстонии, да, в отдел МИДа, получается, ну, бессмысленно? Да, 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 именно, да. То есть, это российские посольства в Эстонии. Подпишитесь, вот, мне кажется, они вам больше помогут в этой ситуации, да, и дадут какие-то наметки, к кому обратиться, да, что там происходит. Ну, вот, я так понимаю, у полномоченной, там, вот, на этом, как бы, инструменты пока на данный момент заканчиваются, да? То есть, вы более активных каких-то действий, в принципе, предпринимать не можете в рамках законодательства. Да, у нас здесь нет полномочий, поэтому, ну, а что мы можем? Денегам дать? Что? Ну, не знаю, мне кажется, все-таки, ну, обратиться к тем же самым адвокатам, правозащитникам в Москве, которые имеют большой международный опыт, с тем, чтобы они, как бы, ну, все-таки в качестве благотворительности, ну, вот, как-то вот более курировали этот вопрос, то есть, ну, более опытные. Потому что, как мы понимаем, вот, у них действительно есть там адвокат, но это женщина, она сама вызвалась, вот, и о государственном каком-то адвокате, или помощи консульства, или помощи, вот, Кузнецовой, ну, речи никакой не идет. Ну, а тут, смотрите, тут на данный момент, да, все зависит только от них. Требования ясны и понятны. Здесь нет запутанной ситуации, да? Требования ясны и понятны. Необходимо, чтобы они привели свое жилище и свой образ жизни в соответствии с законодательством страны. Все. Подробности вы знаете, просто мы, ну, вот, со слов родителей, да, то есть там, ну, там жуткие, как бы, формулировки, ну, со стороны органов опеки, да, к родителям, то, что вот мама слишком любит ребенка, там, и так далее. Вот, вот, вы давали оценку вот этих претензий, как бы, к родителям? Вы оценивали их? Вы в курсе вообще них? Ну, я вам так скажу. Мы группу в Эстонию не направляли для оценки, да, потому что этим занимается посольство. Это, прежде всего, их задача. Мы, как бы, не их права защищаем, да, прежде всего, а ребенка. Еще раз говорю. Ну, а раньше не право ребенка, как бы, все-таки быть в семье, да, и если там действительно нету никаких, никакой угрозы жизни, да, а в Эстонии... У нас, собственно говоря, вот этот адвокат, да? Это законодательство, да, адвокат, который, в Эстонии запрещено курить при ребенке, значит, они не имеют права это делать. Это понятно. Ну, они же граждане, я так понимаю, Россия же. Они живут на территории Эстонии, значит, они должны подчиняться законам Эстонии. Если вы поедете в Сингапур и перейдете дорогу в неположенном месте, вас штрафанут на 500 долларов, независимо от того, граждан, какой страны вы являетесь. Ну, понятно, в общем. Хорошо, да. Вот эти, это дело, да, это дело, оно сейчас... То есть я там... Я вам, во-первых, рекомендую, значит, узнать посольство, чтобы понять, что... Угу, позвоним, да. А во-вторых, до октября там решений пока никаких нет. То есть мы, конечно, у нас юрист, наш собственный, да, аппарат уполномоченный, время от времени там смотрит, что там происходит. То есть оно у нас, конечно, на контроле держится. Но мы вступаем, когда есть угроза нарушения прав ребенка. Угу. Вот так вот. Вот все материальные, а никого не хватает. Это просто, чтобы, ну, привлечь вот внимание, я так понял, они чувствуют немножечко себя потерянными и брошенными вот в этой критической ситуации. Вот поэтому, ну, если вы говорите, что вы в курсе и держите все под контролем, ну, тогда, в принципе, больше, наверное... Там сейчас, понимаете, сейчас нет ни судебных процессов никаких, да, поэтому там есть просто условия, чтобы они привели в соответствие свою жизнь, так сказать, да, в соответствие законной страны, в которой они живут. Мы не можем вступить в международный конфликт, да, из-за того, что люди курят при ребенке. Хорошо, да, я понял, тогда, ну, будем надеяться, что у них все будет хорошо и вы тоже следите. Не, безусловно, мы следим, конечно, потому что что там дальше будет, как будет дальше развиваться ситуация, вот в чем большой вопрос. Ну, да, ну, хорошо, тогда... Да, дай Бог, чтобы это все было в интересах ребенка, вот что самое главное. Ну, я получил, да, что вы, в принципе, в курсе, вот, это основной мой, как бы, это самое посылок был. Хорошо, спасибо, да, за комментарии, будем надеяться, что все будет хорошо. Да, если вам какой-то официальный нужен, да, вы тогда отправляйте на почту. Ну, мы, конечно, самое самое, как бы, да, в принципе, так. Хорошо, да. Потому что я неуполномочна давать комментарии, я вам просто объясняю ситуацию. Да, хорошо, да, спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова